Добрый вечер! И что для этого еще нужно сделать? Ну, скажем так, совсем заменить, конечно, нет, потому что, чтобы заменить метро, это нужна более частая интенсивность движения, хотя инфраструктура по правому берегу нам позволяет даже сделать интенсивность движения, как и у метро, потому что три главных пути, и можем там любое количество поездов назначить. Значит, по левому берегу нужна еще небольшая модернизация, это строительство второго пролета, моста 3-7, чтобы пропускная способность увеличилась, и порядка 30-40 пар электропоездов можно будет дополнительно назначать. Значит, 60 километров готовой инфраструктуры в городе, если полностью кольцо у нас 80 километров вокруг города Красноярска, значит, городская электричка вошла в генеральный план города Красноярска, там планируется создание 22 транспортно-пересадочных узлов и с привязкой к общественному транспорту. И после этого это будет нормальный транспортный проект, который практически будет, скажем так, рядом с метро. Ну, то есть я вышел из электрички, тут же автобус сел и поехал, куда мне нужно. Совершенно верно, да. Но это в перспективе. 22 транспортно-пересадочных узлов в генеральном плане города, на котором мы сейчас с городом работаем. А скажите, пожалуйста, вот если говорить про изменение пассажиропотока, Красноярская железная дорога и российские железные дороги многое сделали за последнее время. Там на правом берегу только чего стоят Тихие Зори, Белые Росы, значит, фан-парк Бобровый Лог. Насколько появление вот этих новых пересадочных пунктов влияет на пассажиропоток? Ну, скажем так, Бобровый Лог и Тихие Зори, это у нас проект реализовался только в 2018 году. Бобровый Лог уже в декабре, значит, хотя уже на Тихих Зорях у нас более 100 пассажиров ежедневно пользуются. Хотя это во втором полугодии, тоже сентябрь, сдача объекта. Ну, а в целом проект реализуется у нас с 2012 года. За это время он вырос ровно в два раза. В два раза? За прошлый год, да, мы перевезли миллион 600 пассажиров. Ну, вот скажите, предположим, есть сомневающийся пассажир, который вот сегодня постоял в пробках утром, постоял в пробках вечером, еще, значит, переругался с кондуктором, потому что в автобусе холодно и тесно. А что может предложить городская электричка? Городская электричка, пока мы предлагаем, и вообще у нас не только в городской электричке, но и в пригороде, стоит задача, чтобы на Красноярской дороге, в городе Красноярске люди стоя не ездили. Значит, мы планируем составность таким образом, чтобы хватало примерно всем сидячих мест. Это у нас порядка 100 мест в одном вагоне электропоезда, те, которые повышены в комфортности, у нас там по 50 мест. И мы в зависимости от населенности планируем такую составность, чтобы люди ездили сидя, значит. Если не хватает четырех вагонных, добавляем 6, 8, 10, у нас позволяют и подвижной состав, и условия для пропуска и так далее. Хорошо, первую галочку поставили, почти всегда будешь сидеть, с большой вероятностью. Температура в салоне, это же вот проблема сейчас в морозах. Температура в салоне, значит, нам задача выполнять 11-15 градусов в любой мороз, независимо, чтобы было не холоднее 11 градусов тепла в электропоезде. Вот сегодня мы презентовали новый электропоезд, значит, даже при таком морозе на улице там было 22 градуса, по-честному. Ну, а сравнивали с точки зрения скорости, вот все в пробках стоят. Пробки – это такой бич любого современного города, мегаполиса. Там запад, западные страны идут по пути, как раз, чтобы пересаживать на общественный удобный транспорт. Как у нас, насколько это действительно быстрее, даже с учетом того, что потом, может быть, придется пересаживаться на автобус? – Опытные поездки, личный опыт, значит, даже на легковом автомобиле в городе не удается ехать более 17 км в час. У нас средняя скорость электропоезда по городу более 40. Мы едем быстрее общественного транспорта в 2-3 раза на разных направлениях. Допустим, для примера, Красноярс-Северная станция «Бугач», это улица Высотная район, знаете, ботанический район. Мы едем 19 минут, ни один общественный транспорт туда не доезжает за такое время. – Ну, а при этом, я думаю, что зрители сейчас тоже спрашивают, ну, это же получается 2 раза нужно заплатить. То есть, доехал до железнодорожной станции, вышел и опять 22 рубля. Или у Вас не 22? – К примеру, у нас тариф с 2014 года не меняется 19 рублей. Для примера, даже Девногорск, который в 30 км от Красноярска и 60 км по городу, это все входит даже с пересадками по одному билету 19 рублей. Даже при пересадках мы билет не меняем, он действует… – А транспортной картой же можно пользоваться? – Да, транспортная карта у нас действует, при пересадке в общественный транспорт или из общественного транспорта на городскую электричку скидка 2 рубля в течение 90 минут. – Для понимания, вот путь, который сейчас проходит Красноярская железная дорога с развитием городской электрички, это нечто для Красноярска уникальное или это такая, в общем, всероссийская тенденция, и все по нему идут? Насколько Красноярск в этом плане отличается от других городов? – Есть города, которые пытаются это создавать, но вот, скажем так, у нас это уже третья попытка. Первая была в 2003 году, потом в 2007-2008, когда мы уже полностью кольцо запускали с временными страшными платформами, скажем так, деревянными. Но, тем не менее, проект начинал развиваться, потом от него отказались, потому что были финансовые трудности, кризис с 2008-2009 года. Значит, с 2012 года мы его возобновили. Это все равно было впереди, значит, Московского центрального кольца. Ну, конечно, там пострадал поток другой, вложения другие. Значит, тем не менее, пробует Казань, пробует Новосибирск, но такой удобной инфраструктуры, как Красноярска, где у нас практически через все районы по левому и по правому берегу проложена готовая инфраструктура, скажем так, что в России после Москвы это наиболее развитый проект. Ну, если отходить немного от городской электрички как таковой, вообще про развитие железнодорожного транспорта в Красноярске. Вот много в последнее время говорили про те работы, которые проходят на ЖД вокзале. Все ли их удалось завершить и насколько видны улучшения? Ну, потому что электронный талон, это прям для железнодорожников, мне кажется, такой существенный прорыв, потому что это консервативная все-таки организация. Скажем так, что мы вокзал в 2003-2004 году построили, он довольно новый, скажем так, да, потому что тот был 1960 года постройки. Но вот информационные системы, они не успеешь построить, как говорится, они стареют моментально. Потом у них уже заканчивается ресурс, значит, заканчиваются запчасти, исчезают те фирмы, которые это строили. Поэтому нам повезло сильно с универсиадой. Конечно, ничего бы на этом вокзале, видимо, не произошло бы. В этом году, во всяком случае, в прошедшем, в 2018-м, чтобы... Поэтому вложение в вокзал Красноярск около полутора миллиардов рублей. Значит, построены береговая и островная посадочная платформа. Значит, много адаптировано под инвалидов, много лифтов. Часть поменяли, часть новых построили. Значит, практически для маломобильных пассажиров создали все условия. Полностью заменили информационные системы. Значит, электронные очереди в кассах вели. Значит, скажем так... Ну... Скажем так, создали умный вокзал. Значит, тех же камер видеонаблюдения было 127, сейчас более 400. Значит, камер видеонаблюдения. Очень большую работу провели по транспортной безопасности. Это нас обязывает проведение универсиада. Конечно, пассажирам стало в некоторой степени менее удобно. Проходит через контроль, но более безопасно. Уже сейчас у нас есть информация, значит, сколько наши сотрудники, те, которые проверяют, изъяли запрещенных предметов, очень много. Ну, то есть, это не вопрос исключения обеспечения безопасности во время универсиада. Это вообще безопасность в объекте. Потому что там всяческие кражи из карманов, утащили сумку, что-то еще. Это же теперь тоже легче выглядит. Да, практически ни одного уголка на вокзале осталось там, где мы не видели. Вот, Петр Алексеевич, тема, конечно, у нас несколько иная, но вот не могу не спросить. Вы заговорили про универсиаду и про развитие ЖД вокзала. Мы же слышим сейчас некоторые мысли в серии, вот зачем нам эта универсиада? Вот понастроили спортивных объектов. Ну, и зачем спортивные объекты? Как универсиада изменит мою жизнь, спрашивают люди. Вот что касается железнодорожного транспорта и Красноярской железной дороги, вот что кроме ЖД вокзала еще изменилось, что без универсиады было бы невозможно? Ну, конкретно по универсиаде у нас практически все дирекции, все службы нашей дороги думали, как улучшить инфраструктуру свою, чтобы она выглядела, ну, чтобы было не стыдно показать ее гостям. Всегда, когда люди готовятся к приезду гостей, стараются как-то улучшить внешний вид, свой быт, навести порядок и так далее. Поэтому очень много обновлено посадочных платформ. Значит, порядка 14 штук только оборудовано под маломобильных пассажиров. Сделали фасады. Значит, не считая, что вокзал Красноярск, совершенно новый павильон построили в Абакане, так как там резервный пункт приема самолетов, и сделали резервный вокзал. Там будет у нас 20 вагонов в ожидании стоять, если вдруг не погода, хотя вот уже в ближайшее время у нас было, когда самолеты приземлялись в Абакан, и уже опыт есть такой, чтобы людей доставляли ЖД-транспортом. Вот, поэтому Абакан совершенно отличный павильон, построили такой же площадью, как и вокзал. Значит, это же подсветка того же железнодорожного моста, подсветка наших зданий, подсветка железнодорожного того же вокзала. Значит, во-первых, все это становится красивее, все это останется для людей. Те же шесть новых электропоездов, которые нам решат проблему обновления парка на ближайшие три года, и нам не придется сокращать наши размеры пригородных перевозок. Это тоже все останется в Красноярске для жителей, которым будет удобно ездить по нашему городу. Ну, тогда я все пытаюсь понять логику людей, которые многое подвергают критике, в том числе подготовку к универсиаде. Хорошо скажут, ну вот к универсиаде закачали, и все, и после универсиада здесь уже ничего не будет. Какие планы у компании по дальнейшему развитию, тем более учитывая недавний приезд президента компании в Красноярск? Значит, президент компании обсуждал с нашим губернатором ряд вопросов дальнейшего сотрудничества. Ну вот, не буду я говорить там по грузовым перевозкам, значит, по пассажирским обсуждается проблема. Значит, это строительство ветки в аэропорт, строительство или, значит, скажем так, запуска пригородного сообщения по направлению Сосновоборск-Железногорск. Это замыкание кольца в районе станции Бугачи, в районе, значит, Березовки, чтобы наши электропоезда ходили быстрее по кольцу и без смены направления, мы сразу выиграем при замыкании кольца 8 минут на смену направления. Значит, дальнейшее развитие этого проекта городская электричка у нас на втором этапе планируется минимум 7-8 остановочных пунктов дополнительно строить. И интеграция в общественный транспорт города, чтобы это были транспорты пересадочных взрывов, по которой я говорил, 22, который в генплане есть, и привязка, значит, городского транспорта, ну и ряд других проектов, поэтому мы останавливаться не собираемся, работаем. Скажите, а сотрудники железной дороги сами городской электричкой пользуются? Конечно. Те, кто вот работают особенно на железнодорожном вокзале, у нас там ряд предприятий, значит, арендуют офисы на железнодорожном вокзале. Допустим, Жилдорпроект у нас на остановке Белороса практически находится. Те, кто в шаговой доступности от городской электрички, на Калинина создались наши дома. Ну, абсолютно это было не связано с остановочным пунктом Калинина, потому что мы выбирали это вместе с городом, значит, и районом, этот остановочный пункт. Но оказалось так, что в шаговой доступности от остановочной платформы. Сейчас они едут за 5-7 минут до своей работы, ну и просто людям очень нравится. Скажите, вот тот важный подход, который РЖД и Красноярская электричная дорога начали задолго до подготовки к универсиаде, например, там на станции НСИ перехватывающая парковка, вот в этом направлении, не только что касается транспорта самого, но и создания удобства вокруг, а в этом направлении компания будет продолжать идти? Нет, ну я же говорю, что чтобы мы создавали транспортно-пересадочный узел, потому что сейчас у нас готовится соглашение с Красноярским краем, с городом о создании транспортно-пересадочного. Оно и проходит согласование. Понятно, что там много вопросов юридических, это земля, это наша полоса отвода, это городские земли, это, значит, выделение этой земли под транспортно-пересадочный узел, поиск инвесторов, которые это транспортно-пересадочный узел, там и торговые комплексы, и технологические площади и так далее. Это огромная работа, по которой мы идем, которой надо заниматься, поэтому... Спасибо вам большое. Петр Алексеевич Овсянников, начальник службы развития пассажирских сообщений Красноярской железной дороги, был сегодня в студии программы «После новостей». Хотелось бы, знаете, мы с Петром Алексеевичем перед эфиром обсуждали это. Попробуйте хотя бы раз добраться на работу с помощью городской электрички и понять лично для себя, удобно вам это или нет. И будем надеяться, что с развитием, наконец, транспортной системы города Красноярска, когда и автобусы, и электричка будут увязаны воедино, станет передвижение в Красноярске еще удобнее. Но еще важная деталь. В конце февраля проезд в Красноярской электричке не дорожает, в отличие от автобуса, и по-прежнему будет стоить 19 рублей. Это была программа «После новостей». Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин